Здравствуйте, я Мартинова Айта, представляю работу «Большой бред маленькой батарейки». Актуальность работы заключается в том, что в современных условиях не все знают, как утилизировать отработанные батарейки и какой бред может нанести человеку и окружающей его среде. Алданский район является одним из самых крупных промышленных районов республики Саха-Якутия, где добывают золото, но в Алданском районе нигде нет пунктов приемов батареек для утилизации и у меня возник вопрос, как с этим справиться. Задача исследования – изучить литературу, провести опрос, доказать, что неправильной утилизацией отработанных батареек приносят вред, проинформировать жителей, организовать акции, провести анкетирование. В батарейке содержатся катмин, литий, марганцин, синец, ртут, никель. В анкетировании приняло участие 175 человек разных возрастных категорий, 98% опрошенных пользуются домом батарейками, 39% опрошенных не знают, какой вред природы наносит неправильную утилизацию батареек, 4% опрошенных издают пункт для утилизации, а остальные 96% выбрасывают в мусорное ведро. 95% считают, что данная проблема очень важна на сегодняшний день. Я организовала экологическую акцию «Батарейки принеси и природа спаси», поставив в нашем поселке детскому саду контейнер для сбора использованных батареек. Провела информационные рубрики в школе и социальных сетях из села нашего района. Опыт влияния воды на батарейку. Опытным путем я решила проверить, что произойдет с водой, если положить батарейку в воду. Будут ли выделяться ядовитые вещества. Я поместила батарейку в воде. На седьмой день уже на дне стакана появился осадок. Вода стала ржавой. Металлическая оболочка батарейки в действии воды разрушается, а вредные вещества тяжелого металла попадут в воду. Подводя итоги исследований, можно утверждать, что наша гипотеза подтвердилась. Батарейки действительно содержат химические вещества, которые пагубно влияют на окружающие среди. За три месяца собрала более 400 штук батареек. Также подтвердили, что существует проблема с утилизацией батареек в нашей селе-районе, так как отсутствует пункт приема старых батареек. Акция по сбору батареек должна организоваться в нашей селе. Ежегодно стала самой масштабной акцией на территории Республики Саха и Якутии. Среди учащихся благодарю за внимание.